Новые оконные махинаторы, обирающие доверчивых граждан, начали гастроли по Нижегородской области. Молодые люди, которых пострадавшие считают аферистами и мошенниками, приехали из Твери. Сначала они предлагают осмотреть окна якобы для продления гарантии, подчеркнув, что никакого отношения к гарантии они не имеют вообще. Попав в квартиру, навязывают ремонт по несуразно высоким ценам за устранение люфта петли 37 тысяч рублей. У доверчивой пенсионерки сразу столько денег не оказалось. Она сначала отдала 20 тысяч и пообещала еще 17 собрать к следующему дню. К счастью, благодаря родственникам она поняла, что ее обманули. И когда эти молодые люди пришли, повторно, она была уже не одна, а вместе с родными и нашей съемочной группой. Где была неисправность? Была на этой двери неисправность. Какая? С верхней петлей. Какая с верхней петлей неисправность была? Потому что здесь была люфт петли верхней. С чего вы взяли? Посмотрел, снял и показал. А кто вас сюда приглашал? Кто меня приглашал? Я провожу рекламу. Что вы? Провожу рекламу. Какую рекламу вы проводите? По квартирам рекламирую свои услуги. А зачем вы? Навязываете людям и рассказываете? Я не навязываю. Конечно. Вы пришли и начали рассказывать, что здесь люфт, там свифт. Я силы никого ничего не оставил дела. Так же на этой сворке было неисправность. Я свою работу сделал. Можно поинтересоваться ценами вашими? У меня нет прайса. Как это нет прайса? А вот это лучше надо. 17 тысяч. 37 тысяч. Ничего себе. За что? За ремонт двух окон. За ремонт двух окон? Да. А ремонт требовался? Ремонт требовался? Диагностики, да. А где у вас находится офис-то? У нас не знаю, организация. Вы из зная организация? Гастролирую, в общем, вы, да? Да. Гастролируете по городам и собираетесь людей деньги. Правильно я понимаю? Нет, вот в студии с вами вставляем. Вы же из Твери. Что здесь забыли, в Нижегородской области? Ну что, прописка в ТВ может быть где угодно. Кто из вас является специалистом? Я не обязан вам отвечать на вопросы. Так на основании чего вы здесь ремонт проводите? За такую сумму денег? Подскажите, пожалуйста. Я просто понимаю, вы плохо слышащие, да? Да. Мне позвонили по телефону и сказали, у вас закончился срок гарантии, и вот вам надо продлить эту гарантию. А они откуда знают? Они что ли устанавливали в Амокро? Не стыдно вот так людей обманывать? Я не обманываю, выполняю свою работу. Работа в чем заключается? Дурить людей, втюхивать им дорогостоящие услуги? Я не дурю людей, втюхивать им дорогостоящие услуги. Думайте, проработать на ту стоимость, как можно ждать, необходимо. Если изделие требует ремонта, находится за переделами город Тверь, то выезд специалиста осуществляется за счет заказчика. То есть, я так думаю, что, правильно понимаю, оплачивают люди за 37 тысяч, не иначе, как оплатил всю командировку сюда за целью ремонта окон. Потому что вся фурнитура, которую вот здесь можно заснять, ну, я не думаю, я не специалист в окнах ни в коем разе, но вряд ли она стоит 37 тысяч. Бабушка есть-то у вас? Ну, это не ваше дело. Ну, мне просто интересно. Ну, это не ваше дело. Если бы к вашей бабушке так пришли. Ну, ваше дело. Здесь у меня ту линию. Я поняла, что это навязывание услуг их. Я их не просила. Короче, работа принимаете нет, или разбираться будем тогда через суд. Мы сейчас полицию вызываем, вы никуда не уходите. Хорошо. А так пусть меня вызовут по номеру сатурой. Не-не-не, никуда не уходите, мы вас просим. Ну, я не хочу. Что вы не хотите? Здесь в данном случае ручку поменяли. Ну, очень тяжело. И поставили еще вот здесь вот какие-то натяжители. Вот под ногами. Ага. Под ногами. Ага. Вот. Из-за него стало как бы закрываться. Там порядка 37 тысяч, что меня это удивило. То есть я недавно окна заказывал на дом. Ну, то есть это соизмеримо с заказом новых изделий, а не то, что там ремонт. Вас обманули, как вы думаете? Считаю, да. Потому что все равно как-то... Ой, 20 тысяч. Это вообще... 37. 37, но я 20 отдала. Я заболела сегодня. Да, 20 тысяч отдала, я заболела. Это приличная сумма, наверное. Две пенсии. Две пенсии ваши? У меня проблем не было. Я их не ощущала. Не было у меня и мыслей даже, что их надо отремонтировать. Она же мне четко и ясно сказала. Продлить срок гарантии. Гарантии-то это одно, а это произведенный ремонт, это же другое. Разница. На мой взгляд, вот это мошенничество. Надо граждан, в первую очередь, по возможности информировать, особенно пожилого возраста, чтобы эти случаи сошли на нет. Потому что лишать людей пенсии, двух пенсий за работу, которая выполняется в течение получаса, часа. То, что совести нет, это у людей понятно, но надо объявлять на них охоту и придавать этим вопросам гласности. Сейчас пойдем к участковому, будем писать заявление. Никакой заявки я не давала, никого я не просила. В общем, мне требуется. А что вы при слове полиции-то сразу убежали? Не хотим. Как это вы не хотите? Вы же сказали, что спокойно совершенно с сотрудниками полиции пообщаетесь. С другим через суд решать надо. А, так решайте через суд. И вам не хворать. А я подправить, потому что силы у нас не держат. У меня есть права. В нашей двери не нету таких. Наши среди шкур центровых. Девочка парень взяли меня. Ты мне скучай. Эта схема обмана граждан уже не нова, но работает много лет. Запомните этих граждан из Твери и покажите своим близким.